То есть, скажем, в данной ситуации, как решается вот эта ситуация. Значит, мы правые оба слоя поднимаем наверх, уводим в сторону, возвращаем. Вот, у нас есть три ружья на этой линии и у нас сошлись на верхней. Теперь нам их нужно поменять друг с другом. Все, поэтому мы отводим в сторону, ставим наверх два раза и у нас бело возвращается сюда, красно возвращается сюда. Другая ситуация, это когда они стоят, могут стоять не угловые центральные, а как бы реберно-центральные, вот, не на своих местах. И здесь формула будет такая, вот, правую часть на себя, фасад против часовой, и правую, и левую от себя, вверх, мы здесь дальше сопоставляем правую от себя, вверх обратно и две полосы обратно. Все, вот такой формулой решается данная ситуация. Оставшиеся комбинации, они решаются, как бы, применением обоих формул. Однако, иногда бывают ситуации, которые разрешаются легко без применения этих формул. В частности, такая ситуация, когда вот здесь есть два кубика, здесь, как бы, два таких крылышка, и крылышки смотрят в разные стороны. Данная формула, данная ситуация решается очень-очень просто. Это мы подгоняем, сопоставляем кубик с этим и возвращаем обратно. То есть, еще раз, эта ситуация была, когда у нас есть два крылышка, и крылышки смотрят в разные стороны, или сюда, или вот так вот. Если крылышки смотрят в одну сторону, то тогда сначала приводим к этой ситуации, чтобы крылья смотрели. То есть, берем трешечку, делаем, чтобы стал уголочек, поворачиваем и возвращаем уголочек. И в этом случае у нас уже получается, что у нас оба крылышки, как бы, смотрят уже в разных направлениях, вот. Ну и дальше уже очень просто все решается, поставили, сопоставили. Ну, а во всех ситуациях, во всех остальных ситуациях, типа вот таких, вот, что уже здесь не как крылышко получается, здесь уже все просто, чтобы долго не думать, все решается применением тех двух формул, о которых я говорил. То есть, скажем, меняем вот эти два угольчика, вот, и у нас остались два центра, меняем вот эти два центра. И все. То есть, по очереди поменяли уголочки, поменяли центральные реберные. Ну вот и все. То есть, на этом заканчивается сборка центров по одной методике, и я вкратце сейчас еще немножко расскажу о сборке по другой методике, которая была линиями. Итак, другая методика сборки центров, вот, может кому-то она понравится больше. Вот. Итак, если в прошлой методике мы собирали 1х1, 2х2, 2х3 полоса, то теперь здесь будет все собираться полосами. То есть, вот скажем так, сначала собирается одна полосочка, вот, а потом собираются две другие полосы. Вот. Ну, как бы, вкратце будет, чтобы полоса собирается полоса, и полоса в том полоса ставится. Вот. Ну, вкратце покажу, как это работает. Вот. То есть, скажем, у нас тут, скажем, попало случайно два уже вместе, то есть, как бы, уже и легче. Мы их две поставили, вернули. То есть, синяя у нас пока не разобрана. Вот. Одна штучка стоит. Здесь у нас что есть? У нас есть две, у нас есть одна. То есть, вот, рам, сразу же полосочка появилась. Вот. Вот. И, как бы, последнее у нас что осталось? У нас один здесь, один вот там. Вот они у нас сошлись. Вот. И нам нужно сопоставить с этим. Вот. Ну, временно его отвели куда-нибудь. Вот. Подвели и сделали третью полосочку. Ну, вот этот метод, он, лично мне, он немножко больше нравится. Вот. Другим, как бы, кому как. То есть, собрал полосочку. Вот. То есть, здесь у нас даже полосочка случайно получилась. Вот. Если у нас вот есть один, второй и... Где у нас три типа? Вот. То есть, у нас случайно они два вместе стоят. То есть, сопоставили и сделали. Вот. Желтый. Желтый. Нам нужно сюда... Вот. Сделали полосочку. У нас одна полосочка случайно получилась. Вот. У нас есть раз, два и три. То есть, сейчас, скажем, вот этот сделали, отвели в сторону. Вот. Вот этот. Вот этот сюда, этот сюда, этот сюда, этот сюда, отсюда. То есть, здесь, по этой методике, нужно просто очень-очень много помнить, куда, чего, куда крутил. Вот. Ну, и тем самым, как бы... Иногда оно получается быстрее. Иногда медленнее. Вот. Ну, здесь, как появится. Кому-кому, какая методика окажется интереснее. Вот. Та же все собрано. Вот. Просто немножко было по-другому. И дальше мы теперь уже переходим к сборке реберных элементов, чтобы они все складывались в троечки. И об этом уже в следующей части видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...